Какой фрукт лучше борется с раком? Есть много способов сравнить полезность разных продуктов. К примеру, можно сравнить содержание питательных веществ. Так что, если вас интересуют антиоксиданты, вы можете сравнить уровни витамина С. Если бы вы сделали это с двумя нашими самыми популярными фруктами – яблоками и бананами, исходя из содержания витамина С, бананы оказались бы вдвое полезнее – 10 мг в банане по сравнению с 5 мг в яблоке. Но витамин С – лишь один из тысяч различных фитонутриентов, содержащихся во фруктах и овощах. Оказывается, витамин С в яблоках составляет менее 1% от общей антиоксидантной активности яблока. Вот общее содержание антиоксидантов в красном вкусном яблоке. Вот как много витамина С в яблоке. Его даже не видно. Хотя в маленьком яблоке всего 5 мг витамина С, он имеет антиоксидантный эквивалент 1500 мг витамина С. Я уже рассматривал ранее, как прием такого количества витамина С в добавке может иметь прооксидантный эффект и вызывать повреждения ДНК. Но вы можете получить в 3 раза больше антиоксидантов, съев одно яблоко без побочных эффектов. Конечно в бананах есть не только витамин С. На самом деле я был удивлен, увидев это исследование из Гарварда. Предполагаю, что не только черника и клубника, но бананы были значительным источником антоцианов. Красных, синих, фиолетовых фитонутриентов, содержащихся в ягодах. Может я недооценил бананы, в конце концов технически это ягоды. Тем не менее, я смотрю на эти три плода и вижу некоторые антоцианы здесь и здесь, но не вижу много красного, синего или фиолетового здесь. Другое дело, дикие бананы. Антоцианы есть в синих, пурпурных, оранжево-красных, красно-пурпурных и розово-пурпурных бананах, но нет в желтых. Таким образом, исследователи из Гарварда столкнулись с проблемой и они сказали, послушайте, мы просто взяли значение из Министерства сельского хозяйства США и похоже, что Министерство сельского хозяйства США допустило ошибку. В бананах нет антоцианов и, несмотря на вдвое больше витамина С, бананы уступают яблокам по общей антиоксидантной способности. Но это всего лишь измерение способности этих фруктов гасить реакцию окисления в пробирке. Было бы неплохо измерить реальную биологическую активность. К примеру, в этом исследовании яблок они также измерили способность экстрактов яблок, как очищенных, так и неочищенных. Подавлять рост раковых клеток человека, растущих в чашке Петри, по сравнению с контролем. Разве не было бы замечательно иметь возможность сравнить такую суперсилу между разными фруктами? Что ж, теперь мы можем. Вот график пролиферации раковых клеток в зависимости от увеличения концентрации из 11 самых распространенных фруктов, которые едят в США. Они решили использовать для этого исследования человеческий рак печени. Если для контроля вы капните воду на эти раковые клетки, ничего не произойдет. Они начинают расти до 100% и продолжают расти до 100%. А ананасы, груши и апельсины не намного лучше. А что насчет персиков? При высоких концентрациях в персике пролиферация раковых клеток снижается примерно на 10%, но бананы и грейпфруты работают примерно в 4 раза лучше, снижая темпы роста рака примерно на 40%. Красный виноград, клубника и яблоки еще лучше – сокращение роста раковых клеток вдвое всего за половину дозы. Но эти два фрукта являются победителями, вызывая резкое снижение и распространение рака даже в крошечных дозах – лимоны и клюква. Итак, если вы посмотрите на эффективную дозу, необходимую для подавления пролиферации раковых клеток печени – яблоки сильнее бананов, но победит клюква. И не было указано эффективных доз для апельсина, груши или ананаса, поскольку они, похоже, вообще не влияли на рост раковых клеток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...